Рабочая поездка губернатора в одной из самых закрытых муниципальных образований Тверской области началась с посещения объектов социальной сферы. Глава региона ознакомился с работой детских садов, зато озерный. Интерес Игоря Рудени к дошкольным учреждениям вполне закономерен. С этого года в России началось десятилетие детства. Соответствующий указ подписал президент России. То, в каких условиях воспитывается подрастающее поколение, теперь ставится во главу угла. Да, кушаем. Мы как-то немножечко разгородили, так что-то. Игорь Руденя посетил сразу два детских сада, осмотрел пищеблоки, медицинские кабинеты, музыкальные залы, пообщался с воспитателями и педагогами, не обошел вниманием и воспитанников дошкольных учреждений. Город детства, любимый озерный, здесь хожу я свой родной садик. Как отметил губернатор, региональными властями поставлена задача построить в ближайшие годы на территории Верхневолжья несколько детских садиков, в том числе с ясельными группами. Правительством Тверской области уже направлена заявка на получение соответствующего финансирования из федерального бюджета. Наряду с дошкольным и общим образованием особое внимание следует уделять и развитию творческих навыков, считает Игорь Руденя. Зато озерный с этим полный порядок. В муниципальном образовании вот уже 10 лет функционирует Центр развития творчества детей и юношества. В учреждении действует 15 секций и кружков, в которых занимаются свыше 500 человек. Воспитанники и педагоги Центра участвуют в региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Ряд учеников являются стипендиатами губернатора Тверской области. Игорь Руденя высоко оценил уровень материально-технической оснащенности Центра и квалификацию преподавателей. Многофункциональный досуговый Центр сегодня нам продемонстрировал, наверное, тот уровень внимания к молодежи, к детскому населению, которое, наверное, является для нас, ну, не сказать, не эталонным, но близким к этому. Положительно глава региона отозвался и о больнице, зато озерный. Игорь Руденя также ознакомился с работой медицинского учреждения. Осмотрел приемные и детские отделения, хирургические и операционные блоки, а также проверил состояние реанимобиля. Губернатор обратил внимание на грамотно выстроенную работу и достойный уровень оказания услуг пациентам, отметив вместе с тем, что больница нуждается в обновлении материально-технической базы. Необходимо дооснастить приборами высокой медицинской помощи, высокой технологической медицинской помощи. Это в том числе несколько машин скорой медицинской помощи и приборы, которые касаются уже реанимации, либо активной терапии для прошедших операций. Не мог губернатор обойти своим вниманием и местный филиал многофункционального центра. Офис зато озерный начал свою работу в 2015-м и является весьма востребованным. Здесь работают три окна. Сотрудники филиала готовы оказать посетителям 76 федеральных, 131 региональную и 19 муниципальных услуг. Учреждение адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, развитие сети МФЦ в регионах – задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным. Данному направлению в Тверской области уделяется повышенное внимание. Не так давно губернатор проинспектировал работу филиала в городе Твери. По результатам проверки был дан ряд поручений, направленных на повышение уровня обслуживания посетителей.